Всем привет, с вами Мистер Икс. В этом уроке я познакомлю вас с самолётом МиГ-3, который становится доступным для полётов после покупки битвы за Москву. История МиГ-3 началась в декабре 1939 года, когда было создано конструкторское бюро Артёма Микояна. Вместе с его помощником, опытным конструктором Михаилом Гуревичем, бюро начало выдавать проекты самолётов, обозначаемых аббревиатурой МиГ. В игре мы имеем самолёт МиГ-3 24 серии. Самолёт имеет смешанную конструкцию, головная часть фюзеляжа и центроплана металлические, хвостовая часть и консоли крыла деревянные. Киль деревянный, стабилизатор цельно-металлический, рули и элероны металлические, с полотняной обшивкой. На самолёте стоит 12-цилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения АМ-35А. Максимальная мощность двигателя на форсированном режиме у Земли составляет 1350 лошадиных сил. На номинальном режиме у Земли 1120 лошадиных сил. На высотах от 3 до 6000 метров 1200 лошадиных сил. Двигатель вращает трёхлопастной винт АВ-5Л123 в левую сторону. Обороты винта регулирует регулятор Р-7. Как он работает, я рассказывал в уроке по самолёту ЛАГ-3. На самолёте осуществлена герметическая система водяного охлаждения мотора, что позволяет нагревать воду до высокой температуры, не опасаясь её закипания. Охлаждает воду водяной радиатор ОП-310. Воздухозаборники находятся на передней части крыла, а выпускное отверстие по центропланам. МИГ-3 имеет два маслорадиатора ВМС-05, слева и справа от двигателя. Регулирование температуры охлаждающей жидкости и масла осуществляется с помощью заслонок. Температура воды и масла на выходе не должна превышать 120 градусов. На входе температура масла не должна превышать 85 градусов. МИГ-3 имеет 4 топливных бака, 2 в центроплане, 1 в передней части фюзеляжа перед приборной доской и 1 в нижней части фюзеляжа за водорадиатором. Максимальный запас топлива 352 кг равен 480 литрам. Вооружение имеет несколько вариантов установки. Первый вариант это стандартная установка двух пулеметов ШКАС калибра 7,62 мм по 750 патронов на каждый ствол. И пулемет УБ калибра 12,7 мм 300 патронов. Второй вариант у нас пулемет БК, который ставится в гондулах и подвешивается под крыльями. Калибр у него 12,7 мм и имеет по 145 патронов на каждый ствол. Вместе с ним устанавливается один пулемет БС и два пулемета ШКАС. Третий вариант это пулемет УБС калибра 12,7 мм по 350 патронов на каждый ствол. И четвертый вариант это две 20-мм пушки ШВАК по 150 снарядов на каждый ствол. Пулеметы ШКАС, УБ и пушка ШВАК стреляют через винт и имеют синхронизатор. Вооружение бомбовое состоит из двух 50-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-50СВ и двух 104-килограммовых осколочно-фугасных авиабомб ФАБ-100М. Также можно подвесить 6-ми килограммовых неуправляемых авиационных ракет Рос-82. Летом максимальная скорость составляет 525 км в час. Самолет полностью с открытыми радиаторами на форсированном режиме развивает скорость 483-485 км в час. При закрытии водяного радиатора скорость увеличивается до 507 км в час. При закрытии масла радиатора до 498 км в час. Из этого следует, что полностью открытый водорадиатор уменьшает скорость на 24 км в час, а масляный радиатор на 15 км в час. Открытый фонарь уменьшает скорость на 38 км в час. Как вы видите, потери в скорости очень большие, поэтому не обязательно летать полностью открытыми радиаторами. Например, с открытым на 40% водорадиатором и 30% маслорадиатором. В прямолинейном полете без форсажного режима с объединением смесей до 84% температура масла и воды будет держаться в районе 100 градусов. Сейчас давайте перейдем в кабину, и я вас познакомлю с приборами и системами управления самолетом. Так, давайте начнем с левой стороны. С левой стороны у нас есть ручка тяга, газ. Рядом с ней находится высотный корректор, который объединяет и обогащает смесь. Как вы видите, надпись «Форсаж». Форсаж у нас начинается с 85%. То есть форсажный режим включается на 85% обогащения смеси. Дальше у нас есть выпуск и уборка щитков. Вот этот штурвал, он у нас отвечает за выпуск щитков на определенный угол. То есть смотрите, если сейчас у нас щитки вышли полностью, я их убираю, вот видите, они выходят полностью, у нас посадочные щитки. А вот этот угол выпуска щитков, они как раз регулируются вот этим штурвалом. То есть смотрите, вы нажимаете клавишу «Уборка щитков», держите ее, штурвал начинает вращаться. Как видите, бегут проценты выпуска щитков. Например, давайте выставим 30%. 30% выпустили и смотрим. Нажимаем «Выпуск щитков». Видите, на 30% у нас выше щитки. То есть как бы можно программировать выпуск щитков на определенный угол. Для того, чтобы выпустить щитки еще больше, я зажимаю клавишу «Выпуск щитков» и держу ее. Вот. То есть отпускаю, она останавливается. Нажимаю «Уборка», все полностью убирается. Для того, чтобы полностью выпустить щитки, я также удерживаю клавишу, и щитки у нас убираются на посадочные. Вот такой принцип у нас выпуска щитков бывает по способу. Полностью и под определенным углом. Значит, на приборной доске у нас есть высотомер, компас, авиагоризонт, мановый комметр, который показывает на душ двигателя. Дальше у нас топливомер, точнее будет бензиномер. Дальше у нас указатель скорости, указатель поворота. Указатель поворота показывает нам наклоны самолета вправо-влево, но также скольжение самолета. Дальше у нас идет вариометр. Вариометр у нас показывает скорость подъема и скорость спуска. Тахометр. Тахометр показывает обороты в двигателе. Дальше у нас трехстрелочный индикатор, который показывает нам температуру масла и давление масла и бензина. Чуть ниже у нас термометр масла, который показывает температуру масла на входе. Дальше у нас есть термометр воды, показывает температуру воды. Это у нас манометр, который показывает давление в системе выпуска шасси. Ну и часы. Также на ручке, вот этот вот ручка, это у нас зажим тормозов получается. Ну вот это в принципе основные приборы, которые вы должны знать. Это конечно же высотомер, указатель скорости, дальше у нас конечно надув, обороты и температура масла и температура воды. Это самые основные приборы, которые вы должны знать. Также я забыл сказать, что есть ручка, которая открывает масло-радиатор. Видите там риски под определенным углом, да? То есть есть градусы, смотрите. Видите заслонки. То есть их можно открывать под определенным углом. То есть в кабине эти углы прорисованы. Например, 23 градуса. Мы смотрим, что 23 градуса будет вот под таким углом. Также есть и для водяного радиатора. Водяной радиатор. Вот видите. То есть указатель заслонки водорадиатора. То есть можно также выставлять. То есть смотрим, да? Там снизу. Например, вот на такой угол поставили, да? Посмотрели. Приблизительно 25. Вот это вот основные системы и приборы, которые вы должны знать. Идем дальше. Так, давайте запустим двигатель. Нажимаем кнопку запуска. Процедура запуска на МИГ-3 довольно-таки простая. Ничего трогать не нужно. Никакие смеси, тягу, ничего выставлять не надо. Тягу поставьте в ноль. Двигатель запустится сам без проблем. После запуска никакой остановки двигателя не будет. Что хочу сказать. МИГ-3 это довольно-таки, мне кажется, самая лучшая машина в игре. Которая рулится без проблем. У нее хвостовое колесо вращается вместе с руленым направлением. От этого руление по аэродрому очень-очень хорошее. Итак, после запуска двигателя у нас включается прицел. Хочу только в момент, если кому-то интересно, чтобы заглушить двигатель, надо убрать топливную смесь в ноль. Убирается в ноль и двигатель заглохнет. Прицел останется на месте. То есть электроника будет включена. После запуска двигателя сразу открываем вода и масло радиаторы. Можно включить подсветку приборов. Высотный корректор выставляем на максимальное обогащение смеси. Смотрим по сторонам. Если вы в онлайне, на каком-нибудь севере, то можете послушать сирены или открыть карту. Если вокруг аэродрома будет красный радар, то значит противник в радиусе 10 километров от вас. И, возможно, ждет вашего взлета. Так что внимательно осматривайте высоту. И слушайте, не стреляют в зенитки и не работают до сирены. Так, ну а мы выкатываемся. Перед тем, как выкатываться, внимательно смотрите по сторонам, чтобы никому не мешать. Потому что бывают столпотворения. И бывает такое, что вы можете кому-то помешать. И в ответ можете даже получить с ракетницы. Такие бывают моменты. Аккуратно выкатывайтесь, никуда не торопитесь. Перед выездом на ВПП внимательно смотрите по сторонам. Никто ли не садится. Потому что вы можете помешать игроку, который идет на посадку. Так, мы выкатились. Я остановлюсь. Да, взлетаем. Значит, на МиГ-3 у нас РПВ-7. Также на Як-1 здесь можно давать сразу максимальные обороты. И тягу до 100%. МиГ-3 имеет левое вращение винта. Поэтому самолет будет стремиться развивать вправо. Для этого что нам нужно сделать? Нам нужно парировать правый снос с левой педалью. Выжимаем левую педаль. Даем тягу 100%. Идем на взлет. Стараемся держаться ровнее. Работаем педалями. МиГ-3 на взлете, он, видите, он менее устойчив, чем Як-1. Особенно при опускании носа, гиростопический момент имеет значение. Можно выкрутить триммер от ангажа на 10-15%. После отрыва я всегда сразу убираю шасси, после чего открываю фонарь и еще больше триммирую роли высоты, накабрирование выкручиваю, чтобы снять усилие с ручки. Набор высоты осуществляю я до 1000 метров на форсажном режиме. При этом закрываю водорадиатор на 50%, а маслорадиатор на 40%. В таком режиме я набираю высоту со скоростью 300 км в час до 1000 метров. После 1000 метров я убираю форсажный режим на продолжительный. Убираю высотный корректор, смесь объединяет до 84%. После чего до 4000 км в час иду в таком режиме. Температура двигателя будет не более 100 градусов. Это нормальная температура. После того, как мы набираем 4,5-4,5 тысяч метров, я перевожу радиаторы на 30%. Давайте я вам покажу сейчас. Я выставляю водорадиаторы на 30%. Маслорадиаторы я выставляю на 15%. Смесь объединяю на 70%. И тягу убираю на 90%. Вот в таком режиме я экономлю топливо, экономлю ресурс двигателя. Температура двигателя у меня будет занижена. Около 95 градусов будет. Не более 100, это точно на высоте 5000. Скорость у меня будет на 5410 км в час по прибору. Скорость нормальная. И если вы хотите открыть фонарь, то скорость, конечно, упадет до 380 км в час. Возможно, кому-то не нравится осматриваться с закрытым фонарем. Потому что с открытым фонарем намного лучше осматриваться. Я тоже осматриваюсь открытым фонарем. Мне так более удобно. При встрече с противником я, конечно, сразу его закрываю. Также вы можете использовать фонарь для гашения скорости. Но после последнего патча у нас получается, что открыть и закрыть фонарь получается только на скорости не более 455 км в час. То есть, давайте я вам покажу. Давайте разгонимся. Кстати, я вам сейчас позже чуть-чуть покажу про пикирование на МИГе. Оно просто фантастическое. Что-то я уже вытянул. Итак, 455 км в час. Посмотрите, я вам сейчас это покажу. Пытаемся открыть фонарь, да? У нас ничего не получается. Мы видим надпись «Невозможно сдвинуть фонарь». Как только скорость доходит по 455 км, открываем фонарь. Фонарь у нас открывается. Открываем фонарь. Фонарь закрывается. То есть, 455 км в час. Всё. Чтобы вы это знали. Дальше. На МИГ-3 у нас высотный двигатель. И мы имеем одну ступень нагнетателя. Второй ступени нет. Высотный двигатель. У него есть такой момент, что чем больше высоты мы набираем, тем больше и быстрее будет у нас греться двигатель. То есть, при одинаково открытых радиаторах, да, то есть, у нас будет двигатель греться намного быстрее и больше. На максимальной высоте, то есть, на 6000 метров он будет сильнее греться, чем, конечно, на нулях. Вот такая вот особенность высотного двигателя, чтобы вы знали. Так. Что ещё у нас? Пассажный режим. Ну, я вам уже показал. Давайте ещё покажу. То есть, вот мы имеем... Так. 84%. Смесь первого мотора, видите, это высотный корректор я регулирую. Объединяю смесь. У нас сейчас продолжительный режим. Как только я перевожу на 85%, у нас получается пассажный режим. При таком режиме мы можем летать не более 10 минут. То есть, мы можем летать 10 минут стабильно, без неисправности двигателя. Но, если мы сделаем смесь максимально богатим, то после 10 минут полёта на таком режиме, возможно, неисправность двигателя. Возможно, у вас начнут скакать стрелки оборотов, наддува. После чего будет уменьшаться мощность двигателя, и двигатель вообще выйдет из строя. Но это будет не так всё быстро происходить. Но это, чтобы вы знали. Также, чем меньше мы имеем смесь, например, 90, то также можно намного дольше, подольше летать, чем на смеси 100. Так, ну, в принципе, я так всё рассказал. Давайте пойдём на посадку. Посадка на МиГ-3 довольно-таки простая. Никаких трудностей с этим нет. Можно делать такие размашистые. В общем, всё делать для того, чтобы погасить максимальную скорость. Открыть фонарь, выпустить шасси. Триммер выкручиваем на 50. Я всегда это делаю на великолепных самолётах. Старайтесь выдерживать скорость 200 км в час. Эта скорость у меня чуть завышена. Но ничего, постараюсь есть нормально. Перед полосой начинайте выравнивание на малой высоте. Касание без проблем. МиГ садится и даже не подпрыгивает, если нормально выдержать высоту. И плавно идёт касание. Никаких скачков у него не наблюдается. Вот такая вот посадка. В принципе, я вам уже объяснял по Як-1, что можно любой самолёт так сажать, если научиться выравнивание делать прямо у земли. И просто-напросто у вас самолёт будет плавно опускаться при потере скорости. Скорость будет плавно гаситься. И ваш самолёт будет плавно опускаться, касаясь шасси на земле. Так, ну, взлёт-посадка у нас закончились. Идём дальше. Немного добавлю ещё по форсажному режиму. Посмотрите таблицу. В ней я показал вам, как падает мощность двигателя с использованием форсажного режима на высотах от 0 до 6000 метров. Из таблицы видно, что форсажный режим даёт преимущество в скорости на высотах от 0 до 6000 метров. Свыше 6000 метров использование такого режима бессмысленно. Сначала давайте посмотрим, как пикирует МиГ-3. По данным разработчиков, самолёт развивает максимальную скорость пикирования 750 км в час. Но это не означает, что при достижении этой скорости, или чуть больше, самолёт начинает сразу разваливаться. Нет. Если сделать всё правильно и работать плавно, не применяя элероны, не задействуя элероны, и рули высоты, то самолёт можно примерами руля высоты и рулём направления разгонять до скорости 770-780 км в час. Без разрушения конструкции. Но при задействовании элерона даже на скорости 765 км в час, они начинают отлетать. Идёт разрушение. И так как элероны состоят из двух частей, крайний элерон отлетает. Но мы всё равно имеем небольшую манёвренность. То есть, возможно, ещё у нас управление слабое, но имеется. Но, с другой стороны, использовать такую скорость не нужно. Так как Як-1 выгоняет мессеров на скорость пикирования 120 км в час, то МиГ будет догнать ещё легче. Дальше давайте я вам покажу штопор. Штопор у МиГа часто такое явление, особенно когда повреждены крылья. Перетягивание ручки ведёт очень частенько к штопору. Хотя, в принципе, и МиГ выходит из штопора самостоятельно. Вот сейчас я вообще не трогаю ручку, да, РУС не трогаю, педали в нейтрале. И самолёт сам выходит из штопора. При выходе из штопора дайте самолёту разогнаться, не тяните ручку, а то опять произойдёт срыв. Также, если это не помогает, и самолёт всё равно штопорит, то дайте педаль в противоположную сторону вращения, и МиГ без проблем выходит вообще из такого штопора. Вот сейчас давайте я вам покажу. Я завожу самолёт в штопор, теряю скорость, даю педальку, ввожу его в штопор. Пошёл в правый штопор, вращение правое, и вот сейчас, вот он идёт у меня, и я даю ему левую педальку. Оп, всё. Вращение прекратилось, не тянем ручку, даём самолёту разогнаться, плавненько его выводим и летим дальше. Сейчас давайте поговорим о тактике и как нужно вести бои на самолёте МиГ-3. Когда в игру добавили МиГ-3, я немного полетал на нём, и мне он не понравился. Не понравился мне он тем, что на нём сложно вести ближний бой с Ф-4 из-за недостаточной манёвренности самолёта. Срыв потока на крыле наступает при незначительном усилии на ручке, что не скажешь про Як-1. Бой на малых скоростях для МиГ-3 чреват постоянными сваливаниями. При перекладке с использованием педали самолёт может сорваться в штопор. МиГ-3 это высотный истребитель, который любит высоту и скорость, поэтому его бои должны происходить на высоте. Пока я делал этот урок, мне пришлось узнать самолёт поближе, узнать его способности, летая в онлайне. Охотиться на нём одно удовольствие, он быстрый, с очень хорошим разгоном в пикировании, но есть и минус. На большой скорости он очень плохо управляется. Лучше атаковать с дальней дистанции и на 200 метров уже отворачивать. Иначе можно просто не успеть отвернуть и протаранить самолёт противника. Вооружение на МиГе очень хорошее, я летал с двумя ОБСами, так вот, одна очередь ломает всё. Отлетают крылья, хвосты, гибнет пилот, и при такой убойности очень большой боекомплект. Я всем советую брать именно вот такое вооружение. Давайте рассмотрим тактику для полётов на МиГ-3. Самый лучший вариант это летать парой. Пара это сила. Но не все могут найти себе пару для полётов. Часто в небе я видел одиноких МиГов, которые сразу пытались летать со мной в паре. И в принципе правильно делали. Но если вы один, то ваша тактика должна выглядеть так. Если вы охотник, то забирайтесь на 5000 метров на летних картах. На зимних лучше летать без инверсии, так как инверсия вас выдаёт сразу и момента внезапности не будет. Можно выдвинуться к вражескому аэродрому, где больше всего взлётов и за два квадрата от него охотиться на набирающую высоту противника. Также можно летать над целями, охотясь на охотников. Ваша задача вести бои на скорости. Если вы оказались ниже противника, то лучший вариант будет отойти на свою территорию с пологим пикированием в направлении своей наземки. Разгонитесь до скорости 600 км в час, встаньте в горизонт, закройте водорадиатор на 30, а масляный на 20%. И следите за действиями противника. Тут есть два варианта. Либо он останется выше, и вы быстро от него уйдёте, после чего вы наберёте высоту и вернётесь уже выше него. Либо он пойдёт пикировать за вами, теряя преимущество по высоте и сливая скорость, догоняя вас. Если противник будет на Г2, то ему будет сложно вас догнать. Если на Ф4, то ему придётся использовать чрезвычайные режимы. Всё равно следование будет долгим, и вы с лёгкостью долетите до наземки, где, возможно, будут истребители, прикрывающие цель, они вам помогут. Но если вы хотите сразу начать бой, то после того, как он спустится на вашу высоту, разворачивайтесь на него через низ, вправо или лево, как вы видите в этом видео. И именно такой разворот даёт занять наивыгоднейшую позицию в начале боя происхождения. Так как вы будете снизу идти вверх на пикирующего противника. А это значит, что вы первым сможете сделать разворот и выйти на прострел. Если противник начнёт уходить на горку, идти в его сторону не нужно. Встаньте в горизонт направления от него, разрывая дистанцию. И если он пойдёт за вами, повторите схождение по той же схеме. Помните, что в такой ситуации вы не имеете выгодной позиции и находитесь в проигрышной ситуации. Ваша задача заставить противника или уйти, дав понять, что вы опытный боец, или заставить его всё-таки начать плотный бой с потерей скорости, что будет для него невыгодно и опасно. Так как в любой момент к бою может подойти ещё один красный истребитель на скорость, и когда шансов уйти у противника не будет. Обычно такой плотный бой начинается с боевых разворотов, где МиГ-3 может выйти на прострел первым. Дальше бой перерастает в исходящую спираль, в которой МиГ-3 очень даже неплохо себя чувствует при выпуске щитков. В такой спирали лучше сразу открывать полностью радиаторы, охлаждая двигатель. Скорость в такой ситуации вам не нужна. Ваша задача – пропустить противника вперёд, после чего вы выходите на позицию для стрельбы. Перед выходом из спирали закрывайте радиаторы на 40%, а если противник начнёт убегать, то закрывайте на 10% и в процессе погони открывайте понемногу заслонки при перегреве. Не забывайте убирать щитки, так как в бою всё происходит очень быстро, и вы можете забыть про них, при этом вы потеряете скорость и не сможете уже догнать противника, так как он разгонится быстрее вас. Поэтому постоянно думайте о щитках, не выпускайте их, когда попало, они сильно уменьшают вашу скорость, но если вас зажимают, то на МиГ без них не обойтись. Но лучше в такие ситуации, конечно, не попадать, имея опыта в дуэльных боях, хотя на этом самолёте новички навряд ли хотят летать и, в принципе, правильно делают. Лучше взять Як-1 и набираться опыта на нём, так как Як-1 прощает многие ошибки, а МиГ-3 нет. Но в любом случае, если вам нравится МиГ-3, то постоянные полёты могут привести вас к хорошим результатам. Главное, не лезьте на нём в свалки и не теряйте скорость. Давайте подведём итоги по применяемой тактике полётов и возможностям самолётов МиГ-3. Конечно же, понятно, что МиГ-3 – это отличный охотник, поэтому залезаем повыше и охотимся, применяя отличное вооружение МиГ-3. Если у нас проигрышная ситуация, проигрышная позиция, то в бой не вступаем, а уклоняемся от боя, уходя от противника на скорости, тем самым сравнивая скорости при длительных погонях. Можно сказать ещё вот так, если взять конкретный случай. Никогда не идём на горку за противником, а идём в противоположную сторону от противника, разрывая дистанцию и выравнивая проигрышную ситуацию. Бой на низких скоростях для МиГ-3 является невыгоднейшим, и такие бои ведут к проигрышу из-за плохой манёвленности самолёта. МиГ-3 требует высокой подготовки пилота для ближнего боя в стеллфайте и не подходит пилотам, не владеющим знаниями дуэльного боя. Надеюсь, этот урок поможет вам понять и освоить МиГ-3. Намного быстрее, и ваши результаты улучшатся. Помните, что к каждому самолёту нужно привыкать, чтобы максимально выжать из него всё, на что он способен. Ну и я желаю вам успехов в освоении МиГ-3. На этом урок закончен. Я прощаюсь с вами. Увидимся в следующем уроке. Пока!